Мы поговорим о тех веществах, которые действительно могут замедлить старение. Поговорим об антиоксидантах. И сегодня мы будем разбираться, что такое антиоксиданты, где они содержатся, и действительно ли кремы с антиоксидантами могут препятствовать возникновению морщин. Вы-то, доктор, знаете практически всё. А вот наши зрители в студии, что они слышали про антиоксиданты? Вещества, замедляющие процесс старения. Так, это понятно. Вы верите в них? Верю. Пользуюсь. А где они водятся? Пользуйтесь? Как? Крем для лица, для рук. Крем для лица и для рук? Да. С антиоксидантами? Помогает? Да. Помогает? Да. Уменьшаются морщинки. Уменьшаются морщинки. Да, растягиваются. Растягивается всё. Кожа не всё растягивается. Я имею в виду растягивается кожа, да. Не всё растягивается. Так, ещё что? Улучшается цвет лица. Так. Чувствую, что она менее сухая становится. Угу. Вот интересно, просто поднимите руки. Кто верит в антиоксиданты, а кто не верит? Верю. Сначала те, кто верит. Верю. Так. А кто не верит? Верю. Антиоксиданты и какую роль они играют в жизнедеятельности нашего организма. Предлагаю, ни много ни мало, а пригласить к нам в студию антиоксидант. С помощью аплодисментов, прошу вас. Вот он. Не удивляйтесь, что наш антиоксидант в костюме пожарного. Ведь действительно антиоксиданты выполняют функцию чем-то похожую на функцию пожарного. То есть они тушат пожары. Какой процесс мы не возьмем в нашем организме. Процесс окисления в конечном итоге очень похож на огонь. Да, Сергей. Который может быть полезный и ласковый, а может быть очень опасный. Стойте, Михаил. Сначала это делается вот так. Не, я знаю. Я просто хочу, чтобы вы... Чтобы я жег, а вы поливали рожишкой. Давайте. Так. Так. Одна из причин старения это так называемые свободные формы кислорода. Это вещества, которые образуются внутри клетки. И которые могут влиять на жизнедеятельность клетки, разрушая ее внутренние составляющие, органеллы. Или разрушая мембрану клетки. Тем самым ускоряя процессы старения. И точно так же, как и из-за наличия кислорода происходит процесс горения, точно так же, в нашем организме, из-за существования активных форм кислорода, возникает процесс свободно-радикального окисления, который и является, по сути, основой процесса старения. В чем же задача антиоксиданта? Задача антиоксиданта – затушить этот пожар. И вот точно так же, как наш пожарный затушил этот импровизированный пожар, точно так же антиоксиданты в нашем организме предотвращают процесс свободно-радикального окисления. То есть препятствуют разрушению наших клеток. Спасибо вам большое. Но как именно антиоксидант это действует, я покажу на другом примере. Михаил, вы мне поможете? С удовольствием. Тогда я вручу вам антиоксидант. Спасибо. А сам возьму активную форму кислорода. Это свободный радикал. А вот то, что там, это внутриклеточное образование. Они называются органеллы. Именно они позволяют клетке осуществлять все ее функции. Так вот в том случае, если свободный радикал образуется внутри клетки, что он делает? Он... Разрушает внутриклеточное органелло, а зачастую повреждает ДНК клетки. Возьмем для примера другую клетку, которая надежно защищена антиоксидантом. Вот этот предмет у Михаила на веревочке, это и есть антиоксидант, который тоже существует внутри клетки. Это может быть такое вещество, как глутатион пероксидаза, например, или это может быть витамин. Витамин Е, например. Антиоксидант. Прекрасно. Так вот, если свободный радикал образуется внутри клетки и пытается повредить ее органеллы, что происходит? Оп! Он словно в ловушку попадает в объятие антиоксиданта, и тот делает его безопасным для всей остальной клетки. Ваш шарик, сэр. Благодарю. Я начинаю понимать, как действует антиоксидант. А где же их взять? Ну, в действительности очень многие витамины являются антиоксидантами. Это, например, такие известные витамины, как витамин А, ретинол. Это витамин Е, токоферол. Витамин С, аскорбиновая кислота. Эти витамины являются и антиоксидантами. Хотя, конечно, больше всего антиоксидантов образуются в нашем организме. Это такие вещества, как, например, глутатион или убихинон, который также известен, как кофермент Ку-10. Вот эти вещества действительно образуются в организме, но для того, чтобы организм их синтезировал, ему необходимы определенные микроэлементы, которые поступают с пищей. Есть определенные продукты, которые помогают образованию антиоксидантов. Да. А что это за продукты? Составить рейтинг этих продуктов, расставив их по 10 местам и выяснив, какие же продукты обладают наибольшей антиоксидантной активностью. Давайте. В качестве единицы измерения мы будем использовать так называемый токофероловый эквивалент. Это то количество антиоксидантов, которое обезвреживает количество активных форм кислорода, подобно одному грамму синтетического витамина Е, токоферола. Начнем с 10 места. На 10 месте находится баклажан, в котором содержится 390 антиоксидантных единиц. Так. Провосшее зерно содержит 400 антиоксидантных единиц. Лук репчатый содержит 450 антиоксидантных единиц. Красный перец – 710. Красный виноград – 739 единиц. Апельсин – ни много ни мало – 750 единиц. Свекла – 840 единиц. Мы подобрались к тройке лидеров. К тройке лидеров. Чья же бронза? Капуста – 1770 единиц. Кто, кто, кто? 2830 единиц – изюм. И чемпион – чернослив – 5770 единиц. Оле, 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 чернослива поешь. Что еще нужно знать об антиоксидантах, узнаем у нашего эксперта. У нас в студии Сергей Анатольевич Хатимченко, руководитель лаборатории пищевой токсикологии Института питания РАН. Профессор, доктор медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Прошу вас. Что хотел спросить. Да. Продукт – это понятно. А вот дорогостоящие крема, которые разглаживают морщины, это правда, что они обладают антиоксидантами? Ну, если в крема входят те вещества, о которых говорили, это не только витамины, но это большая группа таких минорных веществ, такие как флавоноиды, антоцианы и так далее. Они тоже обладают антиоксидантной активностью. И здесь очень важно смотреть, что одним кремом полностью обеспечить организм, конечно, невозможно антиоксидантами. Они должны, и основной источник поступления, это, конечно, с пищевыми продуктами. Но содержание антиоксидантов в креме, это тоже способствует тому, что через кожу эти антиоксиданты помогают клеткам. То есть отдельно крем не поможет? Нет, конечно. Нет, не поможет, только вместе с пищей. Вот так вот. Будете знать, как тратить деньги и на что? Это дополнительное. И тоже неплохой механизм. А кому особенно нужны продукты с повышенным содержанием антиоксидантов? Давайте так, что в организме существует равновесная система оксиданты и антиоксиданты. Эта система должна быть в равновесии полностью. Поэтому речь идет не только о том, что они замедляют старение, но это мощная профилактика очень многих заболеваний. Потому что эти самые оксиданты, активные формы кислорода воздействуют на мембрану клетки и вызывают, может вызывать атеросклероз. Атеросклероз формируется, может формироваться уже, ну, в самом молодом возрасте. А помимо атеросклероза? Пожалуйста, воздействие объективных форм кислорода, азота, воздействует на ДНК в клетке. И этим самым это повышает риск онкологических заболеваний. Как вы знаете, онкология, в общем-то, с возрастом не очень связана. И онкология, может быть, и в достаточно молодом возрасте. Поэтому как раз вот эти антиоксиданты, в первую очередь, они способны профилактике большой группы заболеваний. Это раз. И второе, этим самым, конечно, увеличит продолжительность жизни. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей Анатольевич. Оказывается, дорогие крема без еды не помогают. Да, вдумайтесь, один тюбик крема, сколько это чернослива? Это была рубрика «Качество жизни». Анатольевич. Продолжение следует...